Здравствуйте! Места в холодильнике у многих постоянно не хватает, а ведь нужно, чтобы в нем было свободно, чтобы прохладный воздух свободно циркулировал по полкам и охлаждал продукты. Не все, зачастую, что стоит в холодильнике, действительно в нем нуждается. Некоторые продукты можно спокойно хранить в шкафу при комнатной температуре. В холодильнике, как правило, очень большая влажность, поэтому зелень лучше там не держать, а хранить небольшое количество, которое нужно прямо сейчас на еду, поставив просто в стакан с водой при комнатной температуре. Особенно это касается базилика. Он любит тепло и очень быстро погибает в холодильнике. Любят тепло и помидоры. Их не следует класть в холодильник. При низких температурах они теряют свой аромат и становятся рыхлыми. Лучше всего, конечно, их хранить при температуре чуть-чуть ниже комнатной или же просто в проветриваемом помещении. Консервы. Ими тоже не стоит заставлять полки холодильника. Оптимальная температура хранения солений, рыбных, мясных консервов – 18 градусов, но желательно не выше 22 градусов. То есть их лучше хранить просто в помещении, но не рядом с батареей, плитой и желательно не во влажном месте. Важно не допускать того, чтобы жестяные банки поразила ржавчина. Тогда в консервах могут начать развиваться опасные бактерии. Большинство людей яйца хранят в двери холодильника. Но оказывается, это неправильное место для них, потому что дверца постоянно открывается, температура изменяется, и такие перепады могут привести к быстрой порче яиц. Если же все-таки уж хранить яйца в холодильнике, то лучше положить их на полку, где температура более-менее стабильна. Но все-таки яйца можно хранить вне холодильника. При комнатной температуре они легко пролежат 10 дней и даже более. В комнате можно оставить какой-то запас яиц, который можно съесть в течение недели, например. А в холодильнике держать запас яиц, который можно хранить до двух месяцев. Но стоит ли так много покупать яиц? Газировки, соки, разные закрытые бутылки с водой, пакетированные соки тоже можно хранить просто при комнатной температуре. Просто желательно напитки поставить в темное место. Ну а если пакет с соком открыт, то его, конечно, следует поставить в холодильник. Растительное масло любое не следует ставить на холод, ведь оно не портится при комнатной температуре. А оливковому маслу даже противопоказано хранение в холодильнике. Оно густеет при низкой температуре, выпадает белым осадком на дно. Да и полезные качества, как говорят, при этом теряются. Очень многие экзотические фрукты, например, бананы, манго, папайя, они любят комнатную нормальную температуру или даже слегка теплую. На холоде и в сырости они начинают гнить и чернеть, так что лучше даже их завернуть в бумагу и положить в шкаф. Различные джемы, варенья, которые проварены с большим количеством сахара, они тоже не портятся при комнатной температуре. Их можно спокойно хранить просто в стенном шкафу, ну или в каком-то темном месте. Исключение лишь составляют те банки, в которых находятся ягоды, просто перетертые с сахаром. Сырой картофель, купленный в магазине, тоже не стоит класть в холодильник. Наоборот, при низких температурах в клубнях крахмал преобразуется в сахар быстрее и картофель становится невкусным. Не нуждаются в прохладе. При хранении и соевый соус, горчица, кетчуп и уксус.